Управление ФСБ России по Москве и Московской области отказалось выдать исследователю Сергею Прудовскому протокол заседания особой тройки НКВД с информацией об осужденных в 1937-38 годах. Ведомство указывает, что в документах есть конфиденциальные данные, распространение которых ограничено по служебной необходимости. Речь идет о фамилиях членов тройки. Прудовский обратился в суд, но и он стал на сторону ведомства. Причем на заседании юрист ФСБ подчеркнул, что исследователь называет палачами сотрудников органов НКВД. Его позиция, цитирую, может нанести вред объективной оценке исторического периода 1937-38 годов. Поговорим о том, насколько доступны сегодня архивы 30-х. В московской студии я рад приветствовать историка, председателя правления Международного общества и мемориала Яна Рачинского. Добрый вечер. Приветствую вас. По скайпу, я надеюсь, к нам присоединяется исследователь Сергей Прудовский. Сергей, слышите ли вы в студии RTVI? Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот мы вас слышим и видим. Я рад приветствовать вас в нашем эфире. Если позволите, первый вопрос к вам. Вы можете по возможности коротко изложить, собственно, к кону событий? Как развивались события, что пришло к тому, что запрашивать фамилии – это сродни тому, чтобы наносить вред объективной оценке исторического периода? Значит, ну, начнем с того, что я занимался изучением репрессий по Харбинской операции. И если с протоколами двоек все ясно, я их нашел в Омском архиве и ознакомился с ними, то протоколы особых троек, они хранятся в региональных архивах, в том числе в архиве у ФСБ по Московской области. Я обратился с запросом ознакомиться с этими документами. Мне сообщили, что у них имеется всего один протокол особой тройки за нужный мне период, и я попросил ознакомиться с ним. Мне сказали, что он содержит конфиденциальную информацию, то бишь гриф ДСП, и ознакомление с ним невозможно. ДСП для служебного пользования? Для служебного пользования, да. Я обратился тогда в суд, в Хорошевский районный суд города Москвы. Успешно этот суд проиграл, так же, как и успешно проиграл апелляцию. Суд в апелляционной институции в Московском городском суде. В решении суда было записано, что так как этот документ содержит фамилии участников тройки, то в соответствии с распоряжением правительства он является документом ограниченного пользования. В то же время в решении суда записано, что документ этот рассекречен в 99-м году без каких-либо ограничений. Но, тем не менее, мне в ознакомление с ним отказали, так как там имеется, повторюсь, указан состав тройки. Это был 17-й год. В конце прошлого года я обратился опять в ФСБ России с просьбой ознакомить меня с копией этого документа или предоставить архивную выписку с удалением фамилии участников тройки. Мне официально ответили, что мое заявление рассмотрено и предложили руководствоваться решением Хорошевского районного суда или обратиться к ним с запросом, указав конкретные фамилии репрессированных, которые меня интересуют. Ну, что само по себе смешно, потому что я как раз и пытаюсь выяснить эти фамилии, но, тем не менее, ответ был такой. Тогда я направил новый запрос, повторив, что в решении суда указано, что документ носит гриф из-за того, что в нем есть фамилии членов троек, и попросил опять меня ознакомить с этим документом. И, конечно, указал, что меня интересуют фамилии людей, а я их не знаю, поэтому я конкретного человека запросить не могу. На что я через месяц получил еще один очень хороший ответ, в котором говорилось, что теперь этот документ недоступен в связи с тем, что на него распространяется закон об информации. Какие конкретно пункты закона об информации распространяются на этот закон, сообщено не было. Я подсчитал закон об информации, в нем четко записано, что документы, архивные документы, находящиеся в открытом доступе, то бишь рассекреченные, не подпадают под действием этого закона. Я правильно понимаю, что после этого вы в очередной раз обратились в суд? Нет, в суд я второй раз уже не пошел, потому что в суды ходить бесполезно. Ну да, это отдельное удовольствие. Насколько подобная волокита, насколько она является нормой, что ли? Ну тут два вопроса. Волокита не является нормой, потому что очень мало кто обращается в суд. Вот Сергей Прудовский, один из немногих, кто последовательно пытается через суд заставить ведомственные архивы исполнять закон. А результат этих судов, это действительно, к сожалению, не норма, конечно, но уже отечественная традиция, что суд встает на сторону ФСБ, а не на сторону закона. И тут, в общем, есть несколько моментов, которые обычно суды не принимают во внимание. Во-первых, существует 18-я статья закона о реабилитации, которая предписывает виновных в преступлениях против правосудия списки составлять и публиковать. А все без исключения члены троек являются, безусловно, преступниками против правосудия. Поскольку эти тройки существовали в обход закона, они не были предусмотрены законодательством никогда, ни в какой период. Они приговаривали людей заочно, что тоже, вообще говоря, нормальному человеку трудно себе вообразить. Что человека можно заочно приговорить к смерти, человек про это даже не узнает. Про возможность защиты речь не шла вообще. То есть вот каждый из тех, кто участвовал в заседаниях троек, является преступником. Причем преступникам вовсе не по статье, которую вменяют, иногда вменяли, иногда продолжают вменять сотрудникам НКВД. В старом кодексе это было 193.17, превышение власти военнослужащим. Это, вообще говоря, не превышение власти, это преступление против человечности или военное преступление в разных ситуациях. В любом случае это преступление, на которое не должен распространяться срок давности. Но у нас четкой оценки вот этим совершенным преступлениям не дается, как и не рассказывается в школе о том, что такое были вот эти вот массовые репрессии. Массовые репрессии – это такой чудовищный эвфемизм. Некоторый термин, за которым для школьников ничего не стоит, они не понимают, что это такое было. То есть был Николай II, потом была революция, потом было еще что-то, потом были массовые репрессии, а потом, значит, наступило перестройство. Да, ну массовые репрессии воспринимаются, как вот некоторые, как это формулировалось в хрущевские времена и после хрущевские, нарушение социалистической законности. Это такое очень тоже ласковое, обтекаемое понятие. При том, что вообще говоря, все, что было совершено, подпадает под действие конвенций, во многих случаях подпадает под действие конвенций заключенных еще до 17-го года и при активном участии России разрабатывавшихся. И в общем, вот без точной оценки того, что это такое было, мы никуда не сдвинемся. И это выглядит сейчас, вообще говоря, просто позорно для страны, потому что отечественные историки, чтобы изучать историю вот этого государственного террора, потому что это не массовые репрессии, это был государственный террор, вынуждены ездить кто в Грузию, где открыты архивы бывших спецслужб, кто на Украину, где тоже эти документы доступны. И благодаря этому мы можем, в значительной мере благодаря этому, мы можем продвигаться дальше в исследовании. Вот эта фраза, у меня вопрос к Сергею Прудовскому, фраза, на которую многие сегодня обратили внимание в публикации в газете «Коммерсант», о том, что ваша позиция может нанести вред объективной оценке исторического периода 37-38-го годов. Если я правильно понимаю, эта фраза была сказана юристом Федеральной службы безопасности. Это в каком контексте и когда прозвучало? Ну, это прозвучало в ходе судебного заседания, когда они объясняли, почему нельзя мне предоставить эти документы. Там еще есть фразы примерно такого содержания, что Прудовский обзывает их палачами и поэтому ему не надо давать документы, где указаны имена этих людей, то бишь состав троек. Что вы их называете палачами в судебном заседании или что вы их называете палачами где-то еще? Я их называл в публикации в прессе, когда писал о следователях Московского управления ФСБ, Московского управления НКВД, извините, которые в 37-38 году проводили Харбинскую операцию, в частности Вольсен, Шлихт. Их называл палачами. А кто они есть? Они палачи. Они уничтожали народ. И это признано. Я вас понял. Я признателен вам. Исследователь Сергей Прудовский на связи с московской студией РСВ по скайпу. Здесь в студии остается председатель правления Международного общества Мемориал Ян Рачинский. А чем вы объясняете это? Это желание сохранить мундир, сохранить честь ведомства или что-то еще? Ведь, насколько я понимаю, что в этом самом, как сейчас принято говорить, кейсе господина Прудовского, там абсолютно это все идет в противоречие с нормой, которая говорит, что через 75 лет не работает этот принцип нераскрытия личных данных и прочее. Значит, там 75 лет. Это вообще крайний срок для всего. Но тут несколько, опять-таки, проблем. Одна проблема, что в России законы не действуют просто так. Они действуют только после того, как чиновники скажут, что этот закон можно исполнять. Вот в нормальной ситуации, если истек срок секретности, значит, вот, пожалуйста, все документы, которых срок секретности истек, будьте любезны предъявить общественности. У нас, прежде чем они будут предъявлены общественности, должны еще пройти процедуру рассекречивания. Хотя срок секретности истек. Вот это вот наша специфика. То есть это некая процедура, которая противоречит... Она противоречит закону и, вообще говоря, она не исполняется фактически. И огромное число документов, которым уже и 100 лет, они по-прежнему не рассекречены. И неизвестно, когда будут рассекречены, потому что это межведомственная комиссия, видите ли, перегружена. И дальше возникает еще один вопрос, сходный с тем, что уже излагался Сергей Борисович. Значит, вот говорят, скажите, какой документ вас интересует, мы посмотрим, можно ли его рассекретить срочно. Откуда мы знаем, какие документы есть? Потому что описи, вообще говоря, засекречены точно так же. В цивилизованных странах вот описи засекретного фонда существуют. Известно, сколько документов, известно, за какие числа. Содержимое не раскрывается. Иногда, может быть, даже и название, если из него ясно, содержание документа тоже может быть закрыто. Но, по крайней мере, ясно сколько, ясно где. У нас ничего этого нет. Мы не знаем, по существу, ни сколько было издано секретных приказов этими ведомствами ГПУ и КВД. Мы блуждаем в потемках. Мы кое-что узнаем из того, что было циркулярно по всей стране разослано. Это вот что-то есть в Грузии, что-то есть на Украине. Это мы можем как-то найти. Но это все, опять-таки, дело случая. И это возмутительное положение вещей. Почему не хотят рассекречивать? Тут, честно говоря, вникнуть в психологию трудно. Есть две стороны у этого вопроса. С одной стороны, нынешние власти не оправдывают репрессии. Тут надо признать, и не только дело в памятнике, который поставлен на проспекте Сахарова. Но и в том, что действительно вполне искренне посещают места, связанные с политическими репрессиями. И Медведев и Путин. Это есть. И даже когда в азарте, несколько лет назад, главная военная прокуратура реабилитировала нескольких начальников управления НКВД, периоды большого террора, сами сотрудники ФСБ эту реабилитацию протестовали, и она была отменена. И такое тоже было. Поэтому картинка не так проста. Мне кажется, главное в том, что наши власти не готовы признать, что советский режим был преступным. Вот он был преступным с 1917 года и практически до перестройки, скажем, во всяком случае. В разной степени преступным. Но такого масштаба террора, какой был в 1917 по 1953, в общем, ни одна страна мира не знала. И такого характера террора против собственного населения. А как сформулировать, что такое преступный режим? Потому что вам многие люди, которые не отрицают факт репрессий и не отрицают факт преступности этих репрессий, и не отрицают факт государственного террора, они вам скажут, слушайте, ну было это, но параллельно с этим было 5% грамотных, а стало 95%. Строили дороги, заводы, фабрики, пароходы и весь набор, который, я уверен, вы слышали много, бесчисленное количество раз. Это, разумеется, это обычные доводы. И, вообще говоря, прогресс имеет место при любом строе. И, вообще говоря, и в нацистской Германии строили хорошие дороги, и были люди, которые чувствовали себя счастливыми. Это разные вещи. Одно дело народа, который действительно проявлял чудеса героизма, самоотверженности, иногда был вынужден совершать подвиги, совершенно не стремясь к этому. И это народ. Совсем другое дело, вот это вот государство, которое террор был государственным. Вот то, что неудачно весьма, с моей точки зрения, сформулировал Довлатов, про 4 миллиона доносов, не в доносах было дело. Дело было в государственных решениях. Доносы очень редко становились основанием для репрессий. Основным двигателем были государственные решения. Будь то коллективизация, это тоже у нас до сих пор неосознанно. Масштабы этой катастрофы, когда миллионы людей были лишены имущества и отправлены в безлюдные места без крыши над головой. Это вообще говоря, у нас до сих пор, недавно, так давно, еще у меня молодой человек спрашивал, а что, раскулачивание тоже считается репрессией. Вот я бы представить себе сейчас, что могут просто так вот, по решению власти, прийти, отнять дом и отправить неискуда, это в голове не укладывается. Тогда это было нормой, и это было государственное решение. Вот сейчас очень часто, когда говорят о преступлениях государства, о преступлениях власти, о преступлениях режима, говорят, вы бросаете тень на нашего советского солдата. Советский солдат вовсе не шел устанавливать коммунистические режимы в Европе. Он шел воевать с агрессором. И вообще говоря, ему было совершенно все равно, верут там будет Николайчик в Польше или кто-то еще. Его цель была другая. Но вот говорят, нет, вот вы, эти вот, пытаются спрятать наших преступных руководителей за спинами советских солдат. Мой взгляд, это еще одно преступление. У меня последний вопрос, если позволите, очень коротко. Что, на ваш взгляд, должно сейчас первым делом быть, простите за тавтологию, сделано, чтобы эта дискуссия изменилась? Для этого должны быть открыты полностью архивы, и случаи вроде того, который мы сейчас обсуждали с Сергеем Придовским, быть не должно. Должен быть дан какой-то импульс сверху или что-то еще? Ну, по всей видимости, сверху импульс пока дан для того, чтобы не торопиться с открытием архивов. Потому что наши власти, они считают, что вот у нас была непрерывная история, и если какой-то режим на этом пути признать преступным, то дальше возникнет вопрос, насколько легитимен нынешний режим и насколько он хорош. Это вот кажется покушением на устои. С моей точки зрения, вот именно отчетливо сформулировать, что мы наследуем не этому режиму, что у нас непрерывность обеспечивается не властью, а народом. Вот народ действительно на протяжении всего этого периода, да, он был один. А власти приходили разные. Некоторые приходили законно, в силу традиции, как была монархия до Павры, или в силу выборов, как сейчас, ну, со всеми оговорками, многочислями, которые можно сделать. Во всяком случае, это способ легитимации. И был режим, который ни разу не выходил на выборы, никогда не было реальных выборов, который захватил власть силой, который осуществлял масштаб террора по отношению к собственному населению, несопоставимый ни с чем в истории. Просто такого террора против собственного населения не было нигде и никогда. Это, ну, может быть, в Камбодже много спустя. Ну, в общем, сопоставлений немного. Спасибо. Благодарю вас, что вы приехали в студию. Историк, председатель правления Международного общества Мемориал Ян Рачинский в московской студии «Артеберий». Международного общества Мемориаля «Артеберий». Продолжение следует...